Казахстан впервые начал выращивать беркутов в искусственных условиях. На этой неделе завершился первый этап проекта «Внеси свой вклад. Сохрани природу по восстановлению популяции исчезающего вида хищных птиц в стране». О проделанной работе читались накануне в Алматы, специально из Южной столицы, наш корреспондент Амина Смакова. Проект стартовал в июле прошлого года. Его суть в том, чтобы сохранить и увеличить популяцию беркутов в Казахстане. Проект медленно, но верно идет к своей цели. Вот, к примеру, в питомнике хищных птиц Сумкар, что в Алматы, в мае этого года выведены три птенца. Как только им исполнилось несколько недель, они были аккуратно подселены к новым приемным родителям в дикой природе. Специалисты опасались, что птенцов могли не принять взрослые особи, ведь беркуты птицы очень осторожные. Но все обошлось. Сегодня маленькие беркуты спокойно обитают рядом с приемными родителями. Подсадку произвели очень быстро, так как беркуты очень осторожные птицы. То есть излишнее беспокойство там они могли бы покинуть. Мы выбрали такое время, ближе к вечеру, когда уже не жарко, произвели подсадку, быстро-быстро отъехали на безопасное расстояние и начали наблюдать. Проект «Внести свой вклад в сохранить природу» уникален. Все потому, что подобных экспериментов еще не проводили в мире. Казахстан стал первым в сфере выращивания беркутов в искусственных условиях. Инициаторами стали Институт зоологии Казахстана и единственный в стране питомник хищных птиц Сункар. Поддержали инициативу компания «Эфес Казахстан». Беркут – это символ такой бесспорной нашей республики. А во-вторых, бренд «Карагандинская» – один из старейших именно казахстанских брендов. И у него символ также является беркут. Поэтому мы решили, что сама судьба заняться нам беркутом. И тем более, что мы стартовали этот проект очень вовремя. Согласно исследованиям, проведенным в августе прошлого года, ситуация действительно требует вмешательства и действительно требует уже какой-то поддержки. Итоги экспериментальных работ подвели на конференции. На этом мероприятия по сохранению популяции беркута в Казахстане не заканчиваются. Следом за столь успешным первым этапом начнется другая плодотворная работа в этом направлении. Уже осенью, обещают организаторы, будет разработан новый план по сохранению популяции беркута в природе, который поможет решить проблему исчезновения этих хищных птиц. Организаторы проекта остались довольными. Результат себя оправдывает. Уже два птенца вылетело из гнезда, один на подходе. Амина Смакова, Жеслава Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.